Пряности для чревоугодия или здоровья. История применения пряности уходит в глубину веков. Знаменитые повара состязались в искусстве применения их для ублажения своих господ, а простой народ улучшал с помощью пряностей вкус немудрых блюд. Так в общественном сознании сложилось представление о том, что пряности, приправы к пище существуют для улучшения и не все знают об их пользе для здоровья. На самом деле человечество в древние времена инстинктивно находило пряные растения для оздоровления. Практически все пряные растения исследуются и используются в медицине по настоящее время. Поэтому каждый грамотный человек, а особенно хозяйки должны иметь хотя бы минимум знаний о пользе пряностей, чтобы рационально использовать их в быту. Чеснок. Главным биологически активным компонентом его является алицин, растительный антибиотик. Известно, что люди употребляли его как лечебное средство более 4000 лет назад. Строители египетских пирамид поднимали бунт, если их не обеспечивали чесноком, являющимся защитой от амебной дизентерии, глистов и другой заразы. Систематическое употребление чеснока защищает от простудных заболеваний и положительно влияет на половую сферу. Суточная доза 20-30 год чеснока в день – надежная защита от атеросклероза. Многие люди избегают употреблять чеснок из-за неприятного запаха изо рта или из-за раздражения желудка. Первое обстоятельство легко устранимо с помощью жевания небольшого количества чайной заварки или нескольких крошек мускатного ореха, а второе – с помощью добавления чеснока в различные блюда. Лук репчатый по своему действию близок чесноку и является надежным средством профилактики простудных заболеваний в осенне-зимний период года. В прошлом люди защищались луком от чумы и тифа. Выраженные бактерицидные свойства отмечаются только в свежеприготовленной кашице из лука. В зимний период и ранней весной целесообразно активно употреблять обычные столовые пряности – укроп, петрушку, сельдерей, кинзу, выращиваемые в условиях теплиц. Они, прежде всего, являются источниками витаминов, необходимых для нормального функционирования организма. Укроп, например, полезен при высокой возбудимости, бессоннице и гиперсексуальности. Тмин. Измельченные семена тминов в смеси с порошком из листьев крапивы, на один стакан порошка листьев крапивы 2-3 столовых ложки порошка семян тмина, полезны ослабленным женщинам, страдающим обильными менструациями и нарушением пищеварения со вздутием кишечника. Эту приправу можно использовать как добавку к крупяным блюдам. Кориандр. Зелень этого растения называют кинзой. Она постоянно используется в кулинарии, особенно на Кавказе. Семена, измельченные в порошок, входят в состав известной приправы хмели-сунели. Основным действующим веществом кориандра является эфирное масло, которое обладает легким желчегонным противомикробным свойством и снимает спазмы. Улучшая вкус пищи, кориандр благотворно влияет на процесс пищеварения. Советую при изготовлении фарша для пельменей добавлять небольшое количество кориандра. Переносимость блюда будет значительно лучше. В Чехии порошок из семян кориандра добавляют к чайной заварке. Кориандр оказывает благотворное влияние при старческих изменениях психики и при неврозах. Широко распространенными приправами в России являются хрен. И горчица. Горечи, которые содержатся в них, повышают общий тонус. Корень хрена богат минералами, включая железо. Поэтому он полезен лицам, страдающим малокровием. Имбирь. С имбирем населения России познакомилась недавно, но эта пряность уже завоевала популярность. Имбирь с древних времен используется в кулинарии и медицине Индии и Китая. Его рассматривают как растение, дарующее энергию. В нем содержится большое количество, до 3% эфирного масла, горечь, минералы и витамины. Имбирь подавляет стафилококи, пневмококи, стриптококи и даже туберкулезную палочку. Он повышает иммунитет, способствует нормализации состава микрофлоры кишечника, стимулирует потенцию, память и интеллект. Чай с имбирем, медом и лимоном повышает тонус и работоспособность. Кусочек свежего корня имбиря можно жевать при ангине, стоматите, генгивите и острых респираторных вирусных заболеваниях. Куркума – пряность, которая также много веков используется в кулинарии и медицине Индии и Китая. Является одним из основных компонентов смеси карри. В странах Восточной и Средней Азии куркумы приправляют рис. На 1 килограмм риса 0,5 чайной ложки куркумы, рыбу, овощи, тесто. В куркуме содержится эфирное масло и горечи, которые не только стимулируют аппетит, но и обладают общеукрепляющими свойствами. Кстати, доказано полезное действие куркумы при малокровии, что повышает ценность этой пряности. Собственное наблюдение показало, что регулярное употребление печеночных котлет, приготовленных с большим количеством лука, хлопьев из четырех злаков и куркумы, позволяет повысить цифры гемоглобина за один месяц без приема железосодержащих препаратов. Исследованиями последних лет доказано свойство куркумы тормозить прогрессирование раковых опухолей. Гвоздика. Высушенные бутоны цветков гвоздичного дерева. Пряность, которая известна всем хозяйкам как средство, использующееся для консервирования овощей. Дело не только в приятном своеобразном аромате, но и в высокой противомикробной активности эфирного масла, содержащегося в бутонах гвоздичного дерева. В собственной практике удалось наблюдать лечебный эффект рассасывания 3-5 гвоздичных рожков при ротовирусной инфекции с поносом. Гвоздика помогает при снижении памяти, умственной работоспособности и физической выносливости. Она помогает справиться с так называемой эпохондрией, подавленным настроением. Для этого используют чай с гвоздикой. При заваривании черного индийского чая в заварочный чайник объемом 0,5 литра кладут 3-5 сухих бутончиков. В такой чай можно добавлять молоко или сливки. Гвоздику по праву считают лекарством пожилых и старых людей. Корица, измельченный в порошок внутренний слой коры коричного дерева. Пряность, которую давно любили и ценили в России, используя при выпечке сдобы. Однако корицу можно использовать и для приготовления мясных блюд. Академик А.Д. Барнаулов считает корицу средством, моделирующим настроение, и применяет ее при различных нервно-психических расстройствах. Когда вы устали и чем-то расстроены, выпейте чай с гвоздикой и съешьте булочку с корицей. Надеюсь, что это вам поможет. Мускатный орех. Присеменик плодов дерева, поступает в продажу под названием мускатный орех. Содержание эфирного масла достигает в нем 5-15%. Действие его не только выраженное, противомикробное, но и успокоительное, а также укрепляющее нервную систему. Чтобы сон был крепким, нужно принять 500 мг мускатного ореха, смешанного с горячим молоком. В таком виде его принимают при нервных расстройствах и импотенция. В кулинарии можно использовать мускатный орех вместе с черным молотым перцем и луком при приготовлении отбивных из свинины. При этом переносимости усвоения блюда значительно улучшаются. Чабрец. В качестве пряности в России используется редко. На Украине с чабрецом готовят суп с фасолью. Без сомнения, переносимость фасоли, дающей вздутие живота, будет улучшаться благодаря эффекту эфирного масла чабреца, подавляющего процессы гниения и брожения в кишечнике. Базилик камфорный. Пахучее фиолетово-зеленое или зеленое растение с резким ароматом, обусловленным эфирным маслом. Наряду с регулирующим действием на пищеварение, базилик способствует улучшению памяти и переносимости нагрузок при умственной работе. Душица. Ореганум. Типичное эфиромасличное растение, обладающее противомикробными и успокоительными свойствами. В нашей стране в качестве пряности душица употребляется редко. В Италии она популярна как приправа к блюдам из макарон. Можжевельник обыкновенный. В настоящее время в качестве пряности почти не используется. В прошлом, в кулинарии ягоды можжевельника использовались для смягчения вкуса рыбы и дичи. С можжевеловыми ягодами даже замачивали капусту в бочках. Норма закладки при приготовлении пищи 1-2 ягоды на порцию. Можжевельник комбинируют обычно с другими пряностями, чесноком, мятой, сельдереем. Вероятно, есть смысл воскресить старые кулинарные рецепты, так как ягоды можжевельника повышают тонус и защищают организм от инфекций. Мята. В настоящее время мята является любимой пряностью, используемой при приготовлении чая. Некоторые считают, что мята оказывает успокаивающее действие. На самом деле она – стимулятор нервной системы и средство, улучшающее пищеварение. Очень хорошо использовать порошок из листьев мяты, смешанный с солью и черным перцем при выпекании утки. Известно, что утиный жир многие переносят плохо, он тяжел для пищеварения. При использовании упомянутой смеси вкус утиного жира и переносимость его настолько улучшаются, что его можно добавлять в различные гарниры. Вкус мяса бывает восхитительным. Вот как много природных средств мы можем использовать при приготовлении пищи, которая будет не только давать нам энергию, но и повышать настроение. При использовании пряностей следует помнить о чувстве меры и учитывать индивидуальную переносимость. Дозы пряных приправ должны вызывать ощущение комфорта, но не боли и раздражения. Вот только тогда пряность может играть роль не только вкусовую, но и оздоровительную. На этом все, до скорой встречи, подписывайтесь на мой канал.